На Украине бьет рекорды количество убийств, разбоев и драк в сводках. На руках у людей много оружия. Его приводят с собой участники так называемой антитеррористической операции. Усугубляет ситуацию, затеянная властями реформа МВД. Эксперты сходятся во мнении. Она была плохо подготовлена и в итоге грозит обернуться настоящим коллапсом всей правоохранительной системы. Из Киева Ольга Князева. Будни сегодняшней Украины. Мужчине наносят несколько ударов ножом прямо на улице, днем. При свидетелях площадками для драк становятся рестораны, кафе и даже парламент. Участниками, кто угодно. От пьяных односельчан до депутатов. Боеприпасов в стране столько, что у прохожего в сумке запросто могут оказаться гранаты и патроны. Такие сувениры привозят домой каждый десятый участник АТО. Оружие становится аргументом в любых спорах. Многие почувствовали безнаказанность еще во времена Майдана. И едва ли боятся стражей порядка. А тут еще и затянувшаяся реформа МВД. Закона о милиции больше нет, а значит нет и милиционеров. Но в новую национальную полицию многих сотрудников перевезти не успели. У нас наступает коллапс. Все действия милиции теперь считаются незаконными. Те, кто продолжает носить милицейскую форму, даже предъявить документы не могут требовать у граждан. Это незаконно. Очередной Майдан возле Кабмина. Десятки палаток, костры. Активисты из разных регионов Украины митингуют против повышения тарифов. Если начнутся столкновения, люди в милицейской форме с точки зрения закона не имеют права вмешиваться. С сегодняшнего дня следователи милиции не имеют права вести следствие. Сотрудники ГАИ следить за порядком на дорогах, а участковые задерживать пьяниц и хулиганов. С юридической точки зрения милиция превратилась в незаконное вооруженное формирование. Новые патрульные Украины, юноши и девушки в американской форме. Единственные, кто работает на законных основаниях. Вопускники полицейских академий появились на улицах города еще летом. За дело взялись с энтузиазмом. Нарушение порядка на всякий случай подозревали каждого второго. Задержание хулиганов прохожие снимали на видео. Говорили зрелищнее, чем в детективных сериалах. Бывшие сотрудники МВД Украины называют реформу национальной полиции показной и непродуманной. Полицию не обучили работать, как положено. Их одели в красивую одежду, дали красивые автомобили. И то это только для столицы. Во всех остальных регионах там еще хуже. И это, в общем-то, бутафорная, ручная, будем говорить так, силовая структура, которая сегодня политизирована. И она работает не на, будем так говорить, защиту законности и государственности в стране. Она обслуживает правящую верхушку. Главой национальной полиции Украины стала Хатия Деканаидзе, бывший министр образования Грузии, соотечественница Михаила Саакашвили, одним из последних заявлений которого стало обещание устроить в Одессе новый Майдан. Эксперты уверены, пока те, кто у власти, позволяют себе такие выпады, страну никакая национальная полиция не спасет. Проблема в тех приоритетах, которые определяют на сегодняшний день высшие органы государственной власти, в лице администрации президента, президента страны и кабинета министров. Безопасность человека, оценка реальных угроз, которые сегодня просто катастрофически нарастают, она не является предметом заявлений высших политиков. Зато во время первой присяги новой патрульной полиции в Киеве говорили много. И президент, и премьер, и посол США на Украине. Исторический день, гордость на шаг ближе к Европе. В период, когда улицы патрулирует полиция, а в кабинетах сидит несуществующая милиция, власти называют переходным. Переатестация займет месяцы, по мнению юристов. В стране, где за год совершено больше двух тысяч особо тяжких преступлений. Это будут месяцы беззакония.